Югры Поучаствуют в этностартах в музее под открытым небом Турума и пройдут обряд омовения на слиянии Аби-Иртыша. На торжественном открытии слета участников поприветствовал заместитель губернатора Югры Алексей Забазлаев. Он отметил, что наш регион имеет многовековую историю и вызывает большой интерес у археологов. 200 лет это большой срок, и сегодня прежде чем ефтяная компания зайдет на территорию, работает сначала археологией. Иногда это затягивает запуск исповождения от двух года до года, но тем не менее мы дорожим этим, и это у нас следует в угле угла. Очень интересное мероприятие, которое даст большой эффект развитию туризма в Югре. Каждый отсюда уедет тоже нашим другом, тем, кто будет рассказывать про игру, тем, кто будет формировать туры вместе с нашими туроператорами и привозить нам гостей. У слета есть свои традиции. Участников всегда делят на группы. В зависимости от специфики региона их называют по-разному. Например, в Нижнем Новгороде это были купеческие гильдии, а в Югре образовались две команды – ханты и манси. В каждой назначен свой капитан. Первым испытанием слета стал конкурс «10 минут славы». Туроператорам нужно было за 10 минут ярко и креативно презентовать свои турпродукты. Участник должен быть активным, позитивным, гостеприимным. Я в туриндезре уже более 15 лет, и в последнее время намечается такой тренд на внутренний туризм, поэтому очень интересно посмотреть другие регионы. Югорчане в социальных сетях делятся фотографиями незваных гостей. Дело в том, что в квартиры жителей Нягани и Хантамансийска стали прилетать мыши. Биологи отмечают, что ничего странного в этом нет. Из-за резких перепадов температуры открытую форточку крылатые могут воспринимать как убежище. Так, еще на прошлой неделе погода в Югре была нестабильной. Ночью столбики термометров показывали от минус 1 до плюс 4 градусов по Цельсию. При этом днем было 15 тепла. Похоже, ситуация была в Сургуте несколько лет назад. Специалисты рекомендуют югорчанам не трогать летучих мышей голыми руками. Лучше, чтобы направить их вооружиться плотной тканью или перчатками. Так животные не смогут укусить. Спустя два года пикник ХМ снова объединит югорчан. На набережной Иртышах фантамансийские активисты организуют городской праздник с мастер-классами, лекциями и вкусной едой. Гостей ждут 16 июля. К слову, за несколько лет пикник уже успел стать уникальной площадкой для всех. Так, в 2019 году мероприятие посетили сразу 15 тысяч человек. Кроме того, традиционно 15% выручки от продажи изделий аллеи мастеров пойдут на благотворительность. За пять лет организаторам пикника удалось собрать средства для семи югорчан. Отмечу, организаторы ищут партнеров. Заявку на участие можно подать до 19 июня на официальной странице пикника ХМ ВКонтакте.